Всем здравствуйте ребята с вами LC и сегодня снимаю свое первое видео по террарии сегодня мы коснемся тематики боссов а точнее в этом видео мы разберем одного из боссов который называется глаз к духу в этом видео я расскажу про него всю основную информацию что с него падает и тактику его убийства ну и в конце расскажу про него интересные факты ну что ж не будем медлить и начинаем данное видео является пересказом официальной вики игры в будущем будут выпускаться подобные видео с такой же рубрикой но теперь переходим к просмотру основной информации глаз к духу это первый и обязательный босс террарии без его дропа не получится пройти игру ну или получится если вы безумец у данного босса есть две фазы давайте сначала разберем первую на экране вы видите основные характеристики глаза ктулху и также дроп монет после его убийства некоторые свойства меняются по сложности мира чем сложность мира выше тем сложнее становится босс а если точнее то увеличивается его здоровье урон ну и также увеличивается количество монет после его убийства также у него имеется иммунитет к дебаффу замешательства и ко всему прочему он имеет стопроцентное поглощение отбрасывания давайте посмотрим на то какие у него атаки на первой фазе глаз ктулху начинает смотреть на персонажа и двигаться к нему рывками если он его заденет то наносит небольшой урон во второй атаке глаз ктулху летает над персонажем и призывает своих прислужников которые умеют тоже летать и который также наносит небольшой урон на экране вы видите все основные характеристики глаза ктулху во второй фазе вторая фаза начинается после определенного количества здоровья и также некоторые свойства меняются в зависимости от сложности мира давайте также рассмотрим атаки глаза ктулху во второй фазе глаз ктулху просто гонится за персонажем если он до него дотронется то персонажу нанесется урон начальной зигзаге глаз ктулху просто сделать несколько движений зигзагом и если вдруг он дотронется до персонажа то ему нанесется урон конечные зигзаги глаз ктулху будет быстро делать несколько движений зигзагом нанося большой урон Ну и конечно же дроп. Бинокль в обычной сложности может выпасть с 2% шансом, а начинать с эксперта с 3% шансом. Также из него может выпасть малолечебное зелье, шляпа беджера, если вы в этот же день убили стену плоти, маска глаза ктулху и его трофей. В зависимости от того, что у вас будет, это или искажение, или багрянец, то из этого биома будет падать его руда, которая необходима для прохождения игры. Если вдруг у вас в мире багрянец и вы играете со сложностей эксперт, то вам также могут выпасть особенные вещи. Если вы начинаете играть с эксперта, то вам может со 100% шансом выпасть щит ктулху и 3 золотые монеты. Если вы играете со сложностей мастер, то вам выпадет реликвия глаза ктулху, очки авиаторы 0x33 и также с 20% шансом выпадет подозрительно ухмыляющийся глаз, который призывает вот такого вот питомца. Давайте поговорим о том, как призвать данного босса и как его победить. Чтобы призвать глаз ктулху, необходимо использовать подозрительно выглящий глаз, который делается из 6 линз на демоническом или кровавом алтаре. Линзы можно добыть с демонических глаз, которые летают ночью. Также подозрительно выглящий глаз можно найти в золотом сундуке в подземелье. Если вдруг у вашего персонажа максимальное здоровье 200 и более единиц и также 10 единиц защиты и в мире 3 нипа, то глаз может призваться сам. Если он призовется в таком случае, то в чате появится вот такое сообщение. В любых случаях он призовется только ночью, а если наступит утро, то он просто улетит. На фандоме есть более 80 тактик убийства данного босса, но я выберу самую первую. Имейте ввиду, что я не буду показывать наглядно убийство данного босса, а лишь дам вам описание того, как его убить. Вот та самая тактика, которую также можно использовать на мастер моде. В данной тактике можно использовать любую броню и любое оружие, но рекомендуется использовать изумрудный посох. И также у вас должны быть крылья птенца или зонт. Нужно сделать спуск ват в от 4 до 6 блоков шириной со стенками. Что вообще делать? Мы должны лететь вертикально вниз и одновременно стреляем в глаз ктулху. От вертикальных атак уклоняемся влево-вправо. Для уворота от горизонтальных используем зонт. За убийство глаз ктулху вам выдадут достижение, но если вы только убили его впервые. Ну и напоследок расскажу интересные факты. После убийства глаза ктулху в вашем мире может поселиться дриада. Данный босс может проходить сквозь блоки. Глаз ктулху и его прислужники имеют иммунитет к лаве. Глаз ктулху появился в Don't Starve Together в обновлении кроссовика. И множество других интересных фактов вы можете посмотреть на данном фото. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь вам понравилось данное видео и вы узнали что-то новое. Я надеюсь вы меня поддержите своим лайком и подпиской, а также комментарием. Помимо этого вы можете меня поддержать финансово через бусте или донейшн эллирс. Ну что ж, опять же, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok